здравствуйте дорогие друзья глава вайт хана воскресенье чтобы вас не сильно грузить я очень коротко попытаюсь рассказать то главное что сказано в этой недельной главе а главное это слова не добавляйте и не прибавляйте почему главное я сейчас скажу все вторе если мы хотим с вами разобраться вообще в любом явлении мире надо посмотреть сказали мудрецы где в торе это встречается первый раз там и корень любого явления где был первый грех на земле первый грех был когда съели яблоко как это произошло бог дал указание не кушать плоды и дерево добра и зла хава от себя добавила что еще не дотрагиваться змеи толкнул ее я очень коротко рассказываю надеюсь вы все это знаете она дотронулась до дерева осталась жива и что сказал ей змеи змеи говорит но видишь как ты дотронулась и живая так и съешь ничего с тобой не будет и так родился первый грех который стал результатом добавления слова не дотрагивайся и вот раз это все породило первый грех нам надо понять что любое добавление или наоборот убавление какими бы маленьким она не казалась каким бы несущественным ведет к серьезнейшим проблемам однажды магит дубно рассказывает такую короткую историю однажды скажем хаем зашел к нему сосед и говорит дорогой друг одолжи мне пожалуйста свой стул ко мне гости пришли он дает ему стул спокойно вечером возвращает ему стул и еще маленький стульчик как что это такое на ты знаешь у меня всегда так вот родился стульчик чудесно послал жене радуется прошло еще два-три дня заходит сосед говорит ты не можешь мне дать свой золотой светильник у тебя красивый светильник меня гости пришли я хочу похвастаться конечно возьми дорогой отдал светильник и радостно потирая руки ждет проходит день два-три наконец он встречаются седой здравствуйте себе тебе уже мой подсвечник не нужен ну это ты знаешь я не хотел тебя расстраивать на он умер кто умер подсвечен нет ты же с ума сошел как может умерить подсвечник он ведь подожди только что ты прекрасно мне поверил что стул rodeю а теперь ты не веришь что подсвечник умер сестул может умереть то подсвечник может родиться то подсвечник может умереть. Так любое добавление-любовление, оно обязательно ведет к какому-то негативному результату. Однажды к Каравину из Польши пришли делегации, ну, прихожаны, сказали, что Рэбе, вы понимаете, вот, мир меняется, все меняется, надо некоторые вещи все-таки уже поменять, давайте подумайте, давайте что-то, какие-то заповеди уберем. Он говорит, хорошо, знаете, я сейчас все проверю, все эти первоисточники, поработаю это все, и когда вы ко мне вернетесь, там, через недельку, я вам все скажу. Через неделю делегация приходит к нему еще раз, он встречает их радостно, говорит, ребята, все просмотрел, за неделю все материалы, великолепно, все в порядке, я нашел. У евреев принято, в Талмуде написано, когда срезают ногти, их надо сжечь вместе с тремя маленькими щепочками такими. И вы знаете, я могу вас обрадовать, это, если вам это трудно, если вам это сложно, если у вас это как-то задевает, можно взять не три, а только две, да. Поэтому глава Ваэт-Ханан говорит, не прибавляйте, не убавляйте. Попробуйте жить так, как вам предписано, и вы увидите, что к этому есть положительный результат. Мы не зря говорим об этом в преддверии 9-го аула, дня, когда, к сожалению, глубокому был разрушен храм, когда было очень много проблем у еврейского народа, и все они родили с чего? Одни начали добавлять, другие прибавлять. Одни хотели вот такой в реформации, друг третий. И обратите внимание, все, кто что-то реформирует, кто-то изменяет, оно все исчезает. Остается только то, что, как ни странно, считалось анахронизмом, когда многие говорили, ну, дедушка, посмотри, самолеты летают, а ты еще сидишь и читаешь какую-то Тору. Ответила Ихаффи Цхайм, вы делаете новый мир, а мы продолжаем строить человека. Поэтому мы с вами сейчас, если посмотреть на право и на лево, мы увидим. Не поменяв человека, новый мир не построишь. Не изменив внутренность, какую-то сущность внутреннюю человека, который желает захватывать, воевать, там, еще что-то. Мы не изменим мир, он всегда будет такой. Казалось, то, что уходит навсегда, возвращается опять. Поэтому не добавляйте и не убавляйте. И вообще надо слушать голос Бога, потому что он единственный, кто ни от кого не зависит, ни от чего не зависит, и который несет нам правду. И как мудрый отец пытается достучаться до нашего иногда, ну, как сказать, затемленного сознания. Брахава от слаха, всего самого-самого лучшего.